Привет, ребята! Меня зовут Кривошейна Елена. Мне нужна ник, я обычно к Елене. Я живу в городе Кирове. Иногда я пишу видюшки про него, а иногда видюшки про ПДД. Вот сейчас посмотрим, интересно. Едем мы в городе по улице Боровска. Вот, смотри-ка, я хотела вам показать поворот, но, ну, как бы, я тоже покажу, но немножко другое. У нас сделали везде разметку. И везде, смотрите, сплошняк. Вот я начала запись на перекрестке. Прямо как бы за этим перекрестком мне нужно было бы было свернуть к работе. Свернуть я не смогла, потому что там сплошная. Сейчас я еду вдоль этой сплошной. И, знаете, я проеду практически квартал до следующего перекрестка, пока будет возможность поворота налево. Ну, мне нужно, получается, развернуться, чтобы вернуться в нужную точку. Я даже не знаю, насколько это... Опса! Вот здесь надо было разворачиваться. Ах ты прям! Вы знаете, просто разметка недавняя. То есть в прошлом году народ кировчане, мы все возмущались, потому что разметку прямо сделали сплошняком по всем улицам. Как бы от одного квартала до другого квартала. То есть развернуться можно только на перекрестке. А потоки машин, как бы, в всех городах, в принципе, немаленькие. И, соответственно, ну, как бы это создавало заторы, неудобства. Ты проезжал полгорода, прежде чем ты находил разворот. Вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А нынче все-таки немножко разумнее сделали. Вот я еще вчера ехала этой разметочке. Видите, она свеженькая, беленькая. Этой разметочки еще не было. А сегодня ее уже сделали. И вот смотрите, все-таки, видите, машинка повернула, да, передо мной? То есть очень хорошо, что есть такие разрывчики. Ну, вот тут, например, к Макдональдсу, да, то есть святое дело заехать в Макдональдс. Ну, в общем, хорошо, что разрывчики сделали, Рада. Я хотела пожаловаться на то, что вот так у нас все было плохо. Но стало лучше. Так что это хорошо, что стало лучше. Так, тогда мне нужно это свернуть во дворы. Вот тут тоже остановка. И повороты там, бывает, что сложное дело. Вот так-то мне надо было сюда, но там сплошная. И потому вот мне пришлось сделать вот такой вот поворотик-разворотик. Я потом как-нибудь еще покажу. У нас есть такие прикольные перекрестки, где ты как бы едешь, никого не трогая по своей полости. Никакой разметки движения по полости нет. То есть ты едешь прямо, доезжаешь до перекрестка. Вроде бы тебе бы ехать дальше прямо. А ты берешь и утыкаешься во встречный поток. Вот так оригинально у нас в прошлом году разметили. Но я потом доеду до такой перекрестка, покажу. Нынче его немножечко изменили. В лучшую сторону, но по-моему не до конца. Вот мы пытались посмотреть с моими знакомыми. Как бы половина изменений есть, второй половины нет. Но возможно там поставить движение по полосам, тогда логично будет. В общем я вас запутала, это не суть. Это не суть. Но я вам потом покажу и будет понятней. А вот здесь сплошняк я вам тоже показала. Ну как бы вот так. Не знаю как в ваших городах, как у вас ездится. Мне кажется это директивы не только нашего Кирова. Это как-то так вот по стране. Потому что я читала где-то на форумах и в других городах ругается на такую вот сплошную линию. Да у нас еще двойная сплошная, которую пересечь нельзя, во дворы заехать нельзя. Ну не знаю, рассказывайте, если что любопытно, рассказывайте. Ну подписывайтесь на канал. Я буду рада. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok